Музыка 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 Спасибо, дорогие дети. Спасибо, Владыка, принятие. Ну вот, прихожане у нас. И благословите ваших деток. Спасибо, Господи. Помогай вам, Бог, дорогие мои. Прекрасно спели. Занила Господь. Здоровья вам. 27 ноября 2016 года в неделю 23 по Пятидесятнице святейший патриарх московский Евсея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма всех святых в городе Гусеве Калининградской области и божественную литургию в новоосвященном храме. Будет держава царствия твоего благословенной и припрославленна Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно и во веки веков. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ 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 всем тем, кто потрудился над созиданием этого величественного храма. Я вспоминаю, как почти 25 лет тому назад приехал в Гусев для того, чтобы осмотреть единственное подходящее здание для возможной передачи его церкви. И с большим трудом, как многие, может быть, из вас еще помнят, а может быть, уже многие не помнят, нам удалось получить в пользование тот храм, который сегодня также замечательно благоукрашен – храм Успения Пресвятой Богородицы. Но мое впечатление о Гусеве, который я посещал после этого неоднократно, в том числе наблюдая за ремонтами в храме и решая какие-то вопросы по его окончательной передаче, посещая Гусев, я всегда как-то чувствовал угнетение своего эстетического чувства. Я видел красивые дома, которые были в ужасном состоянии, город, который с первого взгляда казался достаточно мрачным. И вот после долгого промежутка времени я въехал сегодня в город Гусев, и я его не узнал. Это замечательный город, может, образец для очень многих городов. Он не так велик, но он по-настоящему хорошо спланирован, прекрасно отреставрированы здания, построены новые здания. Но более всего я был поражен открывшейся мне вот этой большой площади с величественным храмом всех святых. И я хотел бы принести искреннюю благодарность Николаю Николаевичу Цуканову. Это вы явились инициатором преображения города Гусева. Вы явились не только инициатором, но активным участником строительства этого святого храма. И мы сегодня видим то, что можно назвать Божьим чудом. Среди мрака явился свет и явилась красота, которая запомнится каждому, кто посетит город Гусев. Я хотел бы также еще подарить для храма вот эту замечательную икону святых жен Мироносец. Это те женщины, которые окружали спасителя во время его земной жизни, которые не убоялись, ни преследований римских властей, ни гонения со стороны иудейских правителей также, которые до самого креста шли со Христом. И вот когда читаешь о подвиге жизни этих замечательных женщин, невольно вспоминаешь тот период времени, в историческом отрезке которого были многие гонения на нашу церковь, особенно в веке 20-м, когда многие мужчины, сильные, образованные, даже занимавшие видное положение, боялись проявлять свою религиозность. А вот вера в народе сохранилась благодаря женам Мироносецам. Как апостолы убоялись ареста и возможных репрессий, покинули спасителя перед распятием, а остались с женами Мироносицы, вот так же очень многие мужчины перепугались и покинули, видимым образом, церковь, а женщины в ней остались, воспитывали своих детей, внуков, тайно крестили, приходили в храм даже тогда, когда их лишали очереди на квартиру или даже пенсии. Это великий подвиг наших женщин православных, которые сохранили веру для последующих поколений. И вот в память об этом замечательном героизме русских православных женщин я и хотел бы этот образ передать в храм здесь, в Гусеве, бывшем Гумбинине, вокруг которого также происходили героические события, связанные с августом 1914 года. Пусть способность людей на героизм вплоть до посвящения своей жизни, отдачу своей жизни за ближних своих, за отечество свое, за веру православную, никогда не покидают наш народ. И тогда он по-настоящему будет непобедим. Он может сгибаться под временными трудностями, но он никогда не исчезнет с исторической арены, потому что вера принадлежит в вечности. И верующий человек способен побеждать любые, даже сложные перипетии текущего бытия. Пусть святые жены мироносицы хранят и град Гусев, и всех тех, кто с верой и любовью будет приходить в храм и прикладываться к этому святому образу. Еще раз всех вас поздравляю с праздником! Храни вас Господь! Спасибо Господу! Спасибо!